Когда вы читали Бориса Годунова, вы все мне в один голос говорите, какое сложное произведение, а действительно сложное, потому что очень много построено на фоновых знаниях, на знаниях истории прежде всего, ну и на знаниях лексики, да там много слов-то непонятных и выражений непонятных для нас. В 1825 году закончил это произведение Пушкин и в письме, в известном письме, вы одну фразу из него наверняка знаете все, он писал. Поздравляю тебя, моя радость, с романтической трагедией. В ней же первая персона Борис Годунов. Трагедия моя кончена, я перечитал ее вслух один и бил в ладоши и кричал. Что он кричал? Ай да Пушкин, ай да сукин сын, известная его фраза. То есть Пушкин был доволен своим произведением, был доволен тем, что ему удалось воплотить в нем, то есть свои мысли, свои идеи, свои переживания. Он считал, что он сделал очень здорово. Он-то так считал, но по-разному восприняли в обществе и разрешение на публикацию очень долго не давали. В конце 30-го года только эта вещь была опубликована, да и той с другой концовкой. Той концовки, которой сейчас там не было. Публикация про 31-м годом идет. Вот. Вопрос к вам. Вот, опираясь на это письмо. Почему Пушкин называет свое произведение романтической трагедией? Где там романтика, скажите мне? Что значит романтическая трагедия? Несчастная любовь. Ну там, где несчастная нелюбовь-то? Да там полно несчастной любви, если честно. А разве поэтому? Да, там есть несчастная любовь. Где? В Маринии Миша. Но несчастная любовь у народа. Оба-на! Это романтика. Которую он носит самым крутем, можно сказать, не знаю. Но там несчастная любовь у Ксении же, помните, нет? У Ксении, у дочери Бориса Годунова. Почему она несчастная? Да, но он умер, завалил и умер. То есть, ну забегая вперед, можно сказать тогда, вы же знаете эту историю. То есть, вот Ксении не везло, она была вечной невестой. Сватались многие, но им отказывали. Отказывали по той простой причине, что королевичи сватались, а у них католическая религия, да другая. Условием было принять православие. Они соглашались. Не везло Ксении. Наконец-то нашелся Иоанн, принц датский, кстати. О принцах. Как он ей понравился. Ей его показали, А ему ее нет. Иоанн умер. И после жеников-то не было. Потом она ушла в монахиня. После того, как умер Борис, да, и убили Федора. Ушла в монахиня. И осталась, стала Христовой невестой. Вот поэтому Ксения вечная невеста. Вот такая история. Но на основании этого, можно ли всю трагедию назвать романтической? Есть какие-то соображения еще? Может, романтические трагедии в отношении общейся с его государством и отношения между государством и народом? Романтические отношения? Нет, ну вряд ли. А просто беда в том, что мы понимаем по-современному. Я же говорил о знаниях, да? О фоновых знаниях. А там слово романтические понималось по-другому, Пушкин. А как оно могло пониматься? Нет, ну если брать, ну, как пример, европейскую традицию, да, европейскую, там, да, американскую, романтизму. Там же в произведениях подразумевают некие бунтарские персонажи. Да. Бунтарский персонаж Борис Куденова – это вот Григорий А. III. Который, в общем-то, тоже там. Но вряд ли Пушкин его романтизирует. Ну, в какой-то степени. Да. То есть, ошибки не просто приключенческие? Романтизм именно бунтарей. Романтизм – это бунтарство, это свобода. Да. И он как раз говорит о том, что это свободная трагедия. В том плане, что она написана не в канонах классической трагедии, она написана по-новому, свободно. Кстати, свободным стихом. Там нет рифмы. Я поразился. Там нет рифм, а читается как песня. А читается как стихи. А рифмы нет. Да. Бунтарь, белый рифм. Шекспирский, кстати. Если же говорить. А еще больше к древнегреческой трагедии. Да. Если говорить об идее. А что же, что это за стих такой? Как получается, что рифмы нет, а вот читается складно. А, это свободный стих называется? Рифм. Я узнать не мудрено. Пять двусложных стоп. Да. С ударением на втором. Это пятистопный ям. И пятистопным ямом почти все выдерживается. Да. Ну, разные стихи. То есть, свободная форма. И свободная еще, к тому же. Структура. Помните, мы говорили с вами, когда речь зашла о бедной лизе. Что каждое произведение имеет свою структуру. И вот, как правило, есть экспозиция, есть завязка, есть развитие действия. Причем, проблемы все нарастают, конфликт нарастает, нарастает до самой сложной ситуации. Которая называется, как не помните. А то у меня вылетело из головы, как она называется. Точка наивысшего напряжения. Кульминации, конечно же, да. До кульминации, а потом развязка. Где вот, какова структура этого произведения. Вы можете перечислить события. Я еще говорил, как у Карамзина все логично связано. Одно вытекает из другого. Здесь причина, здесь следствие. Снова причина, следствие. И так до самого конца. А у Пушкина есть структура. Вы сможете перечислить, что за чем идет? Ну, как-то вот разные времена второго. Да, да, да. Это не смешно. А? Теперь не смешно, поэтому еще и читайте. Очень трудно. Это цепочку проследить. Очень трудно, да, проследить цепочку какую-либо. К тому же сюжетных линий много. Да, Никита. И если уж вы заговорили о времени, мы говорили также, что произведение художества привязывается ко времени и к месту. Когда происходит действие? 1598, 1605. Точно, да. Молодцы, да. Смотрите, 1598 год и 1605. Это сколько лет-то прошло? Семь. Много. Семь? Семь. Семь или восемь? Ну, очень много. И сцены, я там насчитал 23 сцены, надеюсь, не ошибся. А сцена, что это такое, одна сцена? Мы про сцену тоже говорили. Это тот эпизод, часть текста, да? Который связан с единственным действием времени и места. А действие-то происходит, где только не происходит, сколько локаций. И в Москве, да, и в монастыре, в палатах Кремля, в Кракове, на литовской границе. Где еще? На лобном месте, да, на улице где-то. Сражения где-то идут. То есть много мест. Попробуйте поставить такое вот в театре. Для фильмов проще это. Фильм обычно так снимается, эпизодами. Вот, слушайте. Да, сняли с языка. Да. Такое ощущение, что вот это Борис Лорунова царь Николая II не читал. Николай II, конечно же, если прочитал, то прочитал плохо. А почему, давайте вопросом задал, почему, я думаю, что он не прочитал. Это хронология, скорее всего, нарушена. Нет, почему такое хронология? Вот смысл. Вот он не прочитал, даже из-за этого погиб. И его же ошибки те же самые делали. Те же самые ошибки делали. Потому что царей, детей и царей, они убивают. Если новый приходит, этих убивают. Это уже исторически. Это не только... Ах ты. Должен был подумать, защитить свою семью. Ну вот и есть более глубокие, конечно, вещи. Когда война идет, как говорится, переправы, они не меняют. То есть, к этому готовиться надо, если бы хотели, что-то там сделать. Это раз. Второе. Из-за этого же произведения, если на современном перевести. Ельцин, Габачев, не читали. Они тоже не стали, не снимали. Тогда перейдем к этому. Почему я так думал мечтали? Ну ладно, я вас спрашиваю, почему я так думаю, что Ельцин, когда Габачев начал, и Ельцин, не читали произведения. Потому что те же самые феврические. Ну, то же самое, может, и то же самое. То есть, тут идея какая. Если государство дает слабину, начинаются бунты. Дмитрий откуда выстречил? А вот там убили этого младенца царского сына. Все это слабина, это кровоточение, как называется, то... И все, и не воспользовались, а мы же в 91-м году отпустили, или от дали, там, украину, и так далее, и так далее, и так далее. Все, мы показали слабину. Нас теперь заедали. Нас пытались увидеть до конца. То есть, не читали, не понимали истории. Надо вот у этих руководителей косметик занять. Сейчас, дойдем до этого. Сейчас об актуальности поговорим. Не-не-не, вы не молчите, вы говорите. Там неча, хитрый вопрос будет для вас. Готовьтесь. Да, готовьтесь пока. Значит, вот, что говорит Андрей Михайлович. На самом деле, вот эта вот пестрота, сцен, да, она напоминает способ создания фильма, да, методику создания фильма, когда, и даже какая-то клиплость, на самом-то деле. Вяземский спрашивал Пушкина, дай мне план своего произведения, он тоже был в тупике. Пушкин отвечал, а план моего произведения, смотри, конец 10-го тома Карамзина и весь 11-й том. Действительно, он план-то взял из истории целиком и дал очень важные на его счет главные картинки, им же самим переосмысленные, потому что там пушкинские идеи, они есть, они существуют. Ну вот это о структуре в общих чертах, и тогда, раз уж речь зашла, быстренько перейдем к актуальности. Сейчас, можно? Да. Может, он произвел как-то хаос жизни? То есть, ты не планировал, а ничего не получается. Слушайте, это прекрасная идея, да. В особо-то не надо планировать, если уж смута, то смута и в форме. Да, это хорошо, да, прекрасно звучит, красиво, по крайней мере. Пушкину было, ну, 26 лет, когда он закончил это произведение, но написано настолько зрелым человеком, и настолько актуально это прозвучало тогда, и во все последующие эпохи, знаете, все эти мысли, они оставались актуальными, остаются актуальными и сейчас, вот прям в нынешней ситуации. Ну, например, в 1982 году, совсем недавно, кто помнит 82-й год, нет? В театре на Таганке Юрий Любимов ставил Бориса Годунова, ставил Бориса Годунова и должна была состояться в декабре премьера, но до премьеры случается одно событие, очень важное для истории СССР, изменившие ход течения, нет, в 82-м году, в 80-м Олимпиаде, Брежнев умер, умирает Брежнев и руководство понимает, что нельзя показывать этот спектакль, понимаете? Настолько, да, настолько повторяются ситуации, да там еще и Любимов постарался, он осовременил эту пьесу, сделал ее тенденциозный, остро стоял вопрос о поляках, там как раз подавили восстание Олега Валенцы, да, в Польше, и много чего созвучного было, кроме того, и героев своих он надел странно, значит, Борис Годунов был в восточном халате, Гришка Отрепев, значит, анархист в матроске, Пимин, значит, в телогрейке сидит, и так далее, и каждое слово имело тенденциозный намек, который, ну, совсем не нравился властям, закрыли этот спектакль, не дали его показать, сейчас открываешь эту вещь, и на фоне вот того, что идет военная операция, или война, как хотите это назовите, каждая строчка важна, опять же таки, может быть мы найдем еще эти строчки, чуть попозже, Гришка Отрепев и Зеленский, ну вот, очень похоже, по крайней мере, Пушкин действительно сделал уникальную вещь, скажите мне, кто главный герой вот в этой вещи, Борис Годунов, вроде бы, когда и называется Борис Годунов, где завязка тогда? Крышка. Главный герой это Борис Годунов. Вот. Я это слышал по-моему. Смотрите, как интересно, главные персоны сам Пушкин называет, Бориса Годунова, главные персоны, он не назвал героем, главные. А завязка-то кто-то вот сказал, действительно, когда Гришка Отрепев решает, он вдруг слышит о Пимене эту историю, расспрашивает его и решает, что он имеет достаточно оснований для того, чтобы назваться царем московским и задумывает вот эту смуту. Об этом шанс. Об этом шанс. Вот заранее смотрите, а дальше-то действует Гришка Отрепев, самозванец действует в пьесе, а Борис Годунов, он статичен абсолютно. Вот у него как было чувство вины в самом начале, так с чувством вины он и ушел. Правда, пытался своему сыну Федору сказать, мол, всю вину я беру на себя, а ты будешь уже править по правде. Но все эти годы, пока он правил после Федора Иоанновича, вот ему это не давало покоя. Ну, теперь, если вы читали книжку Вячеслава Ивановича, вы скажете, отчего умер вдруг неожиданно, да так рано Борис Годунов, отчего он умер? Кровоизлияние случилось, да, действительно. Инсульт, скорее всего, был. Ну, правда, дураки говорят, что ему по затылку ударили, и именно поэтому кровь пошла из ушей и из этого. Но на самом деле это он болел, видимо, давление было, и стукнул инсульт, Так почему умер? А? Наоборот, он совестливый, он из-за всего переживал, все брал на себя. Один из конфликтов, это как раз внутренний конфликт, да, Газурья, это, да, психологический, это конфликт своей собственной совести. Он понимает, что совершил неправедный поступок. Ну, историки не доказали, убил он его или не убил, это мы никогда не узнаем. Да, но Пушкин считал, что убил. Это было... Говорят, отпусти свое прошлое, оно же прошло. Да, 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 да. А он не мог отпустить, не разбили, прошлое выдержал, но невозможно, да. А вот у Вячеслава Ивановича есть ответ. Он говорит, что он жил все время в страхе. Разве можно все время жить в страхе? То есть, какой он был, он такой, к концу произведения остается, ничего с ним особенно не происходит, да? Не, но мы сейчас с точки зрения современной этики, мы ранее рассматриваем Бориса Буденову, а в его времена, мне кажется, много кто так делал, много кто, и много кто, и много кто, и зрители. Да, они по этому жили мало? Да, мощный, он же до этого правил-то. Помните, был слабоумный, говорят, Федор Иоаннович, да, а сестра Бориса Гуднова была замужем за ним, Ирина, и он фактически правил Россию, и замечательно правил, и вдруг, да, что-то случается в Угличе, а потом его избирают, чтобы это было легитимно. Вот, представляете, Борис Федорович был первым избранным царем, до этого никогда таких выборов не проводилось, вроде как демократично, но свою легитимность он хочет подтвердить мнением народа, и он уходит в монастырь, ну, должна была сначала Ирина-то править, вроде бы, как сестра, она уходит в монастырь, он вслед за ней тоже уходит, монастырь, насколько это была политическая игра, неизвестно, но он не соглашается быть царем, и вот в самых первых страницах речь идет о том, что народ, от лица народа бояре идут в Новодевичий монастырь и уговаривают его править, и он соглашается тогда, он получает право на то, чтобы быть царем, как это важно было, вот обратите внимание, да, народ, забегаем вперед опять-таки, то есть здесь и Борис, главное действующее лицо, по теме, да, смотря с какого ракурса посмотреть, а с другой стороны, и народ, главное действующее лицо, ну что происходит дальше, голод, вы же читали, вдруг три года голод, погода, что с ней случилось, с ума посходила, в августе реки замерзают, вы представляете, голод начинается, о чем должны думать люди, что-то здесь нечистое, правда, где-то здесь кто-то нечестно играет, и тут пошли слухи, а все это из-за того, что вот Борис-то цареубийца, это из-за того, что он грех совершил, наказывают всех, Обычно игреешь в настоящих ситуациях, в настоящих зрениях, ну здесь нет этой темы, сам Борис начинает думать о том же, а ведь суеверие было очень распространено в то время, почему, за что это ему, ведь и вот с Ксенией не везет, значит он виноват, и все, и прежде всего сам он обвиняет себя в этом, но про суеверие, надо только сказать, что он очень боялся всяких колдунов, что кто-то на него беду навлечет, будет просто как-то вражить против него, и специальные указы выходили, чтобы бояре не смели этого делать, а когда Романовых наказали, все семейство ссылали, то главной причиной было то, что они выражили, они обыск провели в доме Романовых и нашли коренья, с помощью которых выражат, ну вы представляете, да, а что творилось в голове у Бориса самого, когда он видел, что вот здесь не везет, здесь не везет, и здесь не везет, кто виноват, наверное я, замучили, информационные обработки, фейки, может быть, вонюбивало, а вот в народе пошло, то есть, как часто придет же фейки, информационные, уже когда начались, информационные фейки, там сколько угодно об этом говорится, да, почему мы говорим, что современно это произведение, ну если вы внимательно читали, там как раз идет информационная война, то есть, как только Гришка объявляет, что он есть настоящий царь, выживший, причем из Рюриковичей, да, ведь считалось, что пресеклась династия Рюриковичей, вот, а он законный царь, настоящий, и пошли тут же письма, кругом, подметные письма, да, народ, он поверил, и вот тема народа-то, народ всегда колеблется, он даже иронично изображен в одной из сцен, помните, Бориса, значит, уговаривают, должны плакать люди, а как же плакать, ребенок только что плакал, уже не плачет, а раз его об землю, пусть орет, да, слезы не идут никак, ну, дай-ка я луком натру, пусть слезы капают, но это какая-то ирония, нет настоящих чувства к этому, и народ постоянно колеблется, и более того, когда с Басмановым Пушкин разговаривает, не помните, там очень интересный момент, Басманов это воевода, который воевал против самозванца, потом его Годунов отозвал к себе, возглавил войско Шуйский, разбили Шуйского, и вновь потребовался Басманов, и там очень важный момент такой, Годунов говорит, ты будешь править войском, потому что вот не по роду надо править, а по уму, Басманов не был родовитым, он из опричников, а Шуйский-то, он, кстати, по линии Рюлека еще идет, он достаточно родовитый князь, и Басманов верит сначала Борису Годунову, именно этот царь не даст возвыситься, тоже вопрос о власти встает. Посмотрите, разные темы, вот как человека испытывает власть, как он приходит к власти, как это он добивается, и как она его меняет. Зять Василия Шуйского, он же сначала говорит Воротынскому, вот убийца точно Годунов, и вдруг Годунов избирает царем, он уже, как современным языком говоря, переобулся моментально, и он уже так не считает, в конце концов, предает Бориса Годунова тоже. Басманов. Я еще добавлю, к современности. Это я еще с времени говорил, когда Демоковича-то снесли, Демокович на Украине, он же занимался чем? Занимался экономикой. Ну так, карманы накладывал там захватывал, олигархов стал, я так говорил, без того, чтобы занимался пропагандой, в Украине, отдал пропаганду там всем этим врагам, и эта пропаганда перевернула мышление вот этих украинцев, и они его снесли. То есть каждый правитель должен прежде всего заниматься пропагандой, но чего нет. Вот у нас тоже пропаганды очень мало. Вот один Путин, вот пропагандист. Возьмите, вот здесь вот, наше местное правительство, они сидят молчат. Вот. А сразу вопрос. Вот эти женщины-ависсонщики, я говорю, чего? А нам запретили вообще что-то говорить. Нам запретили. Вот мы, судья страшные, кто даже подбрасывает какую-то подвергую письму там, за Украину, слова Украины, так далее. А им запрещают, даже объясняют. Вот я же пытаюсь объяснять, вот мы на оперативке, и так далее, и так далее, а им запретили. А кто? Возможно, они и не знают тоже. А кто? Когда мы с премьерами разговаривали, им пришлось объяснять. У них, мы можем сказать объяснить. А нужна была пропаганда. Эта пропаганда занималась этим правителем, занимаясь пропагандой. Сахарч, у меня вопрос. А возьмите, вот Советский Союз с Услова. Целые отделы в КПСС были, да? Пропаганда была, ну, как говорится, уже переборщили. Так, там же это было же. Так, стоп. Стоп тогда. Если мы сюда переходим. Поэтому не помогло. А если бы мы поставили молодых, мы и таких, как Рубачок. То есть, это пропагандная рознь все-таки, да? Должна быть какая-то... Без ошибок, что ли? Ну, давайте, ладно, перейдем на эту тему. Вы запомните, о чем я говорил? Нет, раз уж начали об этом говорить. Да, говорят, информационная война это второй фронт. Знаете, в современном мире это первый фронт на самом-то деле. То есть, действительно, если вдруг в информационной войне одна из сторон... Мнение народа меняется. Просто-напросто. А если народ не поддерживает, то и власть она не устоит. Именно же об этом Борис Годунов-то я к этому хотел привести, но вы мне не дали. Вы уже сказали об этом. Смотрите, как написано у Пушкина. Когда Пушкин разговаривает с Басмановым. А, вот как раз на чем мы остановились. Но Басманов ведь тоже предает потом, да? Из своих... из своего властолюбия. Просто-напросто он видит, что Годунов падет уже. И Пушкин, как посланник самозванца, предлагает ему перейти на сторону Мн. Дмитрия. Басманов переходит. А Пушкин вот что говорит. Ошибся ты. И тех не наберешь. И тех не наберешь. То есть, совсем мало войск. У самозванцев. У русского государства намного больше. Но, я сам скажу, что войско наша дрянь. Что казаки лишь, что к села грабят. Да полетелишь, хвастают, да пьют. А русские, да что и говорить. Перед тобой не стану я лукавить. Но знаешь ли, чем сильны мы Басманов? Вот что важно. Знаешь ли, чем сильны мы Басманов? Не войском, нет. Не польскую помогой, а мнением. Да, мнением народа. Так вот, на тот момент, уже, мнение народа было на стороне самозванца. Да, и было против Бориса Годунова убийцы царевича Дмитрия, как народ считал. Вот, пропаганда прошла, поработала. То же самое и сейчас происходит. И мы точно проиграем, если будем отмалчиваться, сидеть. да? Да? На самом деле, здесь вопрос уже такой, как бы, они делают против этого придумывать. Чтобы мнение куда-то там не склонялось, и так далее, то у нации просто должна быть общая мысль, общая идея какая. То есть, тоже на самом деле объединяет. Если есть такие вещи, которые объединяют, а вас, меня, и так далее, и людей, которым общие ценности поддерживают, и как бы изначально уже вложили другую общую идею. Знаете какую? А то, что надо жить в свободном мире, без границ, где у каждого есть возможности, и все прочее. И мы, и нам идеально, молодежи прежде всего, ведь с молодежью работают, идеально представляют этот мир, который их ждет. Они туда стремятся, туда стремились украинцы, до сих пор еще мечтают об этом, да? Туда стремятся многие наши, многие уже там живут. Взять актеров, известно, почему они выступают против Путина? Да потому что не хотят терять свои деньги, свои доходы, и все прочее. Поработали, хорошо, но мы-то знаем, мы же опытные, мы помним, как Советский Союз разваливали, ведь говорили точно такие же слова, а что мы взамен получили? Взамен мы получили 90-е, когда всю страну растащили в разные стороны. И сейчас, ну давайте Путина уберем, да, поставим другому. Вы думаете, мы станем жить в свободном мире, нас там кто-то ждет в Европе? Да нет, все мечтают только нас расчленить, а ведь внутренние какие-то противоречия, они начнут действовать, да, и будут отдельно Татарстан отдельным государством, отдельно Башкортостан, отдельно еще что-то. Почему? Да потому что сильное государство никому не нужно. И будем мы воевать друг с другом, убивать друг друга. это верно примерно так ну и вот самая концовка самая концовка потом на любую чем мы с вами можем поговорить а он же был как дела были почему да почему умер так рано борис году но вот он какой был вопрос ну и последнее а а народе народ так кричит вязать топить да здравствует димитрий да гибнет рот бориса годунова действительно уже дмитрия выбирают да а что происходит дальше то а дальше убивают федора сына бориса годунова убивают убивают мать объявляют об этом сестру ссылает в монастырь там там сложно все рассказывать уже дмитрий держал ее в наложницах сначала потом она оказалась в монастыре и какое-то время жила там дольше всех прожила но ведь народ безмолвствует и что означает что народ безмолвствует это что я где-то нашел в каком-то пособии что это социальная пассивность народа но разве здесь пассивность что означает эта фраза почему она так важно было для пушкина да 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 но у пушкина была вот такая мысль что если с неправого дела начинается царство не да то ничего от этого хорошего не жди и он вложил эту фразу в слова юродивого юродивого же который с железным колпаком ходил да ну говорят был это реальное действующее лицо реальное то есть историческое лицо так его звали железный колпак и он говорит борису не колку маленькие дети обижают вели их зарезать как зарезал ты маленького царевича а это блаженный говорит да блаженный это для христианской руси это человек который говорит правду которого трогать нельзя царь говорит оставь его молись за меня бедный николка а юродивый ему след нет нет нельзя молиться за царя ирода богородицы не велит вы помните избиение младенцев до которые ирод когда-то совершил вот что по мнению пушкина не позволяет властвовать царю вы представьте себе двадцать пятом году эта вещь была написана и в двадцать пятом году восстание декабристов в июле следующего года пять человек повешен потом призывает к себе николай первый александра сергеевича долго с ним беседует но по легенде и на самом деле пушкин признается что был бы там на сенатской площади вместе со своими друзьями потому что не предал бы ее еще спустя какое-то время он встречается снова сарем и читает ему страницы из бориса годунова какие страницы нам неведомо но вот могло ли николаю первому понравится это да могла ли эта вещь сразу же быть опубликованы нет потому что болезненностью это было потому что это было вот на поверхности все это остр ощущали эти моменты но вот такая история какие есть вопросы вот теперь о чем угодно для него вот вот с его точки зрения да но вдруг неожиданно да вот это вот тема она сработала она вдруг стала актуальной когда пушкин писал по карамзину он еще не думал что настолько будет острой россии и вот на протяжении всех этих времен до сих пор эта тема волнует людей да историю государства российской очень интересную да можно чем-то там не соглашаться сейчас можно спорить мы же знаем уже больше карамзина но это очень интересно ну и вот но если хотите это вещь она настолько опередила свое время она была написана так что отдельные сюжеты живут вроде бы как и сами по себе вроде бы связаны но развивают одну и ту же идею да идею власти и человека испытание властью для человека это тема бориса годунова эта тема василия шуйского тема басманова и тема естественно григория да от репева они параллельно абсолютно параллельно решают одну и ту же идею и вот такие вот вещи называются просто-напросто я скажу как они называются они называются симфонией или полифонический полифоническим произведением то есть каждый инструмент играет свою партию вместе получается симфонии понимаете как интересно смотрите как можно было преломить в бизнес я тоже даже вижу там типа вот один там я познакомил очень богатый человек он на нефти вполне возможно ну и никого как говорится не убивал не давил он стал богатее чисто на нефти особенно не вкладывал близ близ к нефти был сейчас он печальный сейчас он скучный да вот смотрите я я бы никогда не догадался так связать но есть параллельно правда здорово но никто не не спросил про романтическую любовь гришки и марина мнишек да а чем мотивирован ты григорий отрепев почему он идет на москву с войску да 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 вы вы представляете да точно да 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 а ведь григорий встречает с ней и с ума сходят же дай он даже открывается ей говорит что я вообще не царевич дмитрий ну в общем да есть какая-то параллель она ему строго говорит не будешь царем значит меня не получишь смотрите какой расчет вот где бизнес это правда но вот пушкин подчеркивает что не был таким уж идея ну григорий отрепев и и он быстро бы променял все на просто счастливую жизнь с мариной днишек но ситуация заставила его действовать дальше ну надо было да тут нет в художественном произведении нельзя говорить неправильно представлял уж как есть уж как есть так есть вот как он дал как он дал так дал прекрасное произведение может быть да вообще мне нравится проза пушкина она современно мне нравится как она написана простым языком да ведь он же был поэтом он мог наворотить кучу сравнений метафоры и все прочее но он разделял так поэзию и прозу да он писал простым понятным языком и вкладывал очень вот кстати да кстати вот капитанской дочкой надо об этом произведении поговорить потому что мы как-то затрагивали тему честь вот там она очень остро представлена да и даже по моему эпиграф есть береги честь из молодых да точно с этого и начинается произведение но все спасибо наверное время вышло